МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это наше время на Фридом. Здравствуйте. Еще шесть украинских детей вместе с родителями удалось вернуть домой из российской оккупации. Как сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубенец, это семьи из Запорожской и Херсонской областей. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что на временно оккупированной территории маленькие украинцы подвергались русификации и давлению. Семьи сейчас в безопасности, которой очень не хватало. По словам родителей, их детей заставляли посещать российскую школу и отмечать российские праздники. Давили, чтобы граждане Украины получили документы российского образца. Кроме того, в дома семей врывались вооруженные россияне, которые проводили безосновательные обыски. Чувство бесправности, ограниченности, осознание того, какое будущее ожидает детей, стали толчком для выезда. Российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры Сум. В результате обстрела ранен один человек. Как сообщили в областной военной администрации, повреждены линии электросети, газопровод, больница и несколько автомобилей. В одном из районов города отсутствуют газа и электроснабжение. Соответствующие службы уже ведут восстановительные работы. Эстония передала Украине гуманитарную помощь в виде пяти укомплектованных автомобилей скорой помощи и медицинское оборудование. В частности, электрические аспираторы, устройства для точной дозировки и введения препаратов, а также носилки и вакуумные медицинские матрасы. Как сообщили в мэрии Таллина, скорые отправятся в медучреждения Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Житомирской областей. 52 атаки российская армия совершила на Покровском направлении. По данным Генерального штаба ВСУ, именно на этом участке фронта самая сложная ситуация. Не просто также на Лиманском направлении, где оккупанты пытались прорвать украинскую оборону 24 раза. На Купенском плацдарме воины ВСУ отразили 12 штурмов, на Торецком – 10. Всего же за сутки на фронте произошло 134 боевых столкновения. Ни в одном из них российская армия не достигла успеха. Это отмечают и военные, и эксперты. Единственная дедлайна, о которой можно говорить, это даже не то, что дедлайн, это у них был такой план продвижения на Торецко-Покровском направлении. Это выход на левобережье речки Волчья, это продвижение по направлению Новогродовка-Гродовка и выход на Покровск-Мирноград по трассе 05-11 и перерезание трассы 05-04 логистической артерии с Покровска на Константиновку до конца лета. То есть в течение ближайшего времени. Они эту задачу не выполняют. Поэтому, да, действительно, дедлайны, ну скажем так, планы, скорее планы, да, были. И даже на условно, условно для российского командования более-менее такого интенсивного участка Торецко-Покровского, эти планы до сих пор не реализованы. 1160 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения потери России превысили 593 тысячи солдат. Об этом также сообщает генеральный штаб ВСУ. Последние успехи украинской армии такие. Уничтожены 5 российских танков, 17 боевых бронированных машин, 36 артиллерийских орудий и одна система ПВО. Кроме этого, силы обороны Украины сбили 19 беспилотников, а также поразили 64 единицы автомобильной и специальной техники противника. Украина, в отличие от России, не стремится захватывать чужие территории, в частности, в Курской области. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он напомнил, что именно из Курского региона российская армия систематически обстреливает Сунскую область. Только с начала лета она нанесла более 2000 ударов из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов и дронов. Также захватчики били управляемыми авиабомбами и ракетами. К сожалению, Украина не имеет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары всем оружием, которое имеется, чтобы защититься от этого террора. Нет пока этих решений, соответствующих, на которых мы настаиваем. Поэтому есть необходимость с помощью вооруженных сил освобождать эти приграничные районы от российского военного контингента, которые наносят по Украине удары или прикрывают террор против украинцев. Мы достигаем соответствующих целей в Курской области и будем действовать как необходимо для безопасности и защиты Украины. И кроме того, операция в Курской области помогает фронту, потому что не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область и усложняет ее военную логистику. ВСУ – это цивилизованная европейская военная сила, которая полностью соблюдает законы и обычаи ведения войны международное гуманитарное право. Цель сил обороны Украины – это только военные объекты и военный контингент. И цель этой операции – это сохранение жизни наших людей, защита территории Украины от российских ударов. Россия принесла войну на территорию Украины. И совершенно справедливо, что теперь эта война возвращается на территорию России. Чем скорее Россия согласится на восстановление справедливого мира, тем скорее прекратятся рейды сил обороны Украины на территорию России. А пока Путин эту войну продолжает, он будет получать от Украины такие ответы. О том, как в мире отреагировали на происходящее в Курской области, поговорим немного позже с экспертом, а пока к другим актуальным темам дня. Украина получила от Евросоюза 4,2 миллиарда евро в рамках кредитной программы Ukraine Facility. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он напомнил, что с начала года ЕС уже предоставил Украине более 12 миллиардов евро бюджетной поддержки. Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Мы продолжаем финансировать военные расходы только за счет собственных средств. Мы продолжаем проводить реформы, которые важны для нашего устойчивого развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. Мы рассчитываем получить еще один транш помощи к концу года. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины в Телеграм. В Греции уже третий день тушат масштабный лесной пожар возле Афина. По меньшей мере, один человек погиб. Пожарные нашли тело в сгоревшем здании в пригороде столицы. Как сообщает Associated Press, более десятка человек госпитализированы. В основном с отравлениями дымом. Пятеро спасателей получили легкие ожоги. Напомню, пожар начался в воскресенье у озера Марафон в 35 километрах от Афин. И быстро достиг пригорода в столице. Из-за сильного ветра огонь сжег несколько домов и предприятий. Местами пламя достигало 25-метровой высоты. Сейчас сила огня значительно уменьшилась. Теперь пожарные тушат локальные очаги в основном вокруг озера Марафон. Соединенные Штаты предполагают, что Иран может осуществить атаку на Израиль уже на этой неделе. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это может быть даже серия атак. В связи с этим Соединенные Штаты и ряд стран ЕС, в частности Великобритания, Франция, Германия, а также Италия, поддержали прекращение огня в секторе газа и освобождение заложников, а также призвали Иран не атаковать Израиль. Также лидеры пяти стран выразили свою поддержку защите Израиля от иранской агрессии и от нападений, поддерживаемых Ираном террористических группировок. Напомню, накануне министр обороны США Луит Остин отдал приказ направить на Ближний Восток атомную подлодку, так как там возросла напряженность из-за угроз со стороны Ирана и террористической группировки Хизбалла. Вместе с тем, другая террористическая группировка Хамас, по информации СНН, передала еврейскому государству сообщение, что хочет перемирия. Детальнее о ситуации в регионе в материале Никиты Скобликова. Новый главарь Хамас Яхья Синвар передал Израилю послание о том, что хочет перемирия в секторе газа. Эту информацию Тель-Авиву сообщили египетские и катарские посредники, пишет СНН. И хотя по информации издания премьер-министр Израиля Беньямин Нетанеху готов заключить сделку, независимо от последствий для его правящей коалиции, аналитики отмечают, что тут есть еще одна заинтересованная сторона, а именно Иран и его прокси-силы. Тегеран обвиняет Тель-Авив в ликвидации предыдущего главы политбюро Хамас Исмаила Хании на своей территории и грозится атаковать израильское государство. Сейчас Израиль находится в ситуации довольно напряженной, ожидания. Все сидят перед экранами и ждут, во-первых, ответа, ответа в кавычках или не в кавычках, Ирана за уничтожение Хании, хотя Израиль не взял за это ответственность. И, конечно же, ответа Хизбалы за уничтожение начальника генштаба Хизбалы, которое было параллельно с уничтожением Гании в Тегеране. США стремятся избежать эскалации на Ближнем Востоке, поддерживают связь по дипломатическим каналам с Тегераном, а также увеличивают военное присутствие в регионе. В частности, в Пентагоне заявили об отправке на Ближний Восток авианосца USS Эбрахам Линкольн и атомной подводной лодки USS Джорджия. Газета The Hill пишет, что президент США Джо Байден ежедневно работает над тем, чтобы остановить эскалацию войны в регионе. Мы с президентом работаем над этим круглосуточно. Нам нужно освободить заложников, заключить соглашение о заложниках и прекратить огонь. Это нужно сделать, сделка должна быть заключена, и сделать это нужно сейчас. Безотлагательно заключить соглашение о прекращении огня между Хамас и Израилем призывают также и лидеры европейских стран. В совместном заявлении лидеры Великобритании, Франции и Германии также призывают Иран отказаться от нападения на израильское государство. Мы призываем Иран и его союзников воздержаться от действий, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности в регионе и поставят под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников. Ни одна страна и ни один народ не выиграют от дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Из совместного заявления лидеров Великобритании, Франции и Германии. Разведка Израиля считает, что Иран может напасть на государство в ближайшие дни, пишет издание Экшес. Все для того, чтобы не позволить Тель-Авиву и террористической группировке Хамас достичь договоренности о прекращении огня и освобождении заложников. Впрочем, по информации политиков, в Вашингтоне считают, что Тегеран мог передумать атаковать Израиль и ограничиться лишь символическим ответом. Верховный правитель Ирана, Хаменаи, он сам сдерживает самого себя, потому что все-таки Иран, в отличие от Хизбаллы и Хамаса, имеет прагматические факторы своей политики. И Иран всегда действовал стратегически, а не эмоционально. Поэтому я думаю, что сам Иран может быть не заинтересован в полномасштабной войне, особенно когда столько намеков вокруг Ирана происходит параллельно. Напомню, 8 августа США, Египет и Катар призвали Израиль и Хамас встретиться для переговоров 15 августа в Каире или Дохе. Как пишет BBC, в террористической группировке Хамас заявили, что руководство изучает приглашения на переговоры о прекращении огня. В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сказал, что представители страны будут присутствовать на встрече. Спокойно и взвешенно. Именно так отреагировал мир на события последних дней в Курской области. Общую характеристику откликам, которые последовали на операцию ВСУ на российской территории, дал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Абсолютно спокойная, взвешенная, объективная, основанная на понимании духа международного права и принципов введения оборонной войны, именно такова международная реакция на события в Курской области РФ. Неожиданно, внезапно, но очень показательно и демонстративно. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины. Так, к примеру, операцию ВСУ в Курской области с президентом Украины обсудили американские сенаторы, которые прибыли в Киев. Республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь кроме этого говорили с Владимиром Зеленским о продвижении формулы мира, потребностях вооружений и общей ситуации на фронте. Однако именно тема наступления украинской армии на территории России обсуждалась особо детально. «Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, прекрасно. Так держать. Путин начал эту войну, но вы даете ему понять, что он совершил роковую ошибку. Мы ценим то, что вы делаете и поддерживаем. Пусть люди воюют там. Дайте украинцам оружие, которое им нужно, чтобы выиграть войну, которую они не могут позволить себе проиграть». Не более чем забавная часть кремлевской пропаганды. Так в Белом доме отреагировали на заявления Путина и его министра обороны, что прорывом в Курской области якобы руководит Запад. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, с самого начала именно Россия является агрессором. И если хозяина Кремля беспокоит ситуация в Курской области, то есть простой выход – убраться из Украины и поставить на этом точку. «Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине, это сами россияне. Это они осуществляют вторжение в Украину, а Украина защищается от агрессии. Это война России против Украины, ни больше и ни меньше. И так было с самого начала. Это война Путина против Украины. Если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение. Пусть он убирается к чертям из Украины и прекращает войну». Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. Напомню, украинские военные контролируют около тысячи квадратных километров территории России. Об этом накануне сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки. На ней президент Украины заслушал доклад о проведении операции в Курской области РФ. Владимир Зеленский подчеркнул, что ВСУ взяли под свой контроль прежде всего те территории, откуда российская армия наносила удары по Сумской области. Только с начала лета путинские войска обстреляли украинский регион больше двух тысяч раз. Поэтому наши операции – сугубо вопрос безопасности для Украины. Освобождение пограничей от российских военных. Мы видим, как Россия во времена Путина действительно двигается. 24 года назад была катастрофа Курск. Символическое начало его правления. Сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. Россия принесла войну другим. Теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира. И мы обязательно обеспечим мир. Подробнее о наступлении ВСУ в Курской области, успехах украинской армии на территории России, а также реакции мира на происходящее поговорим с гостем. На связи с Фридом Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Алексей, добрый день. Приветствую вас. И приветствую всех уважаемых телезрителей. Давайте сразу начнем с международной реакции на события в Курской области. Например, Соединенные Штаты поддержали Украину и считают, что ВСУ вправе действовать, в том числе и на территории Российской Федерации. Кроме этого, Вашингтон и Киев даже в частном порядке обсуждают вопрос применения дальнобойных ракет Атакамс для ударов по военным базам России. Вот как вы отреагировали на позицию Соединенных Штатов, на позицию Вашингтона? Вы знаете, еще до заявления вашингтонских политиков, того же Кирби, мы можем вспоминать, скажем, косвенно, то, что как минимум не против того, что происходит на Курщине, было то, что уже на второй день Соединенные Штаты Америки выделили нам очередной транш по терке военной помощи. То есть тогда уже, в принципе, стало абсолютно очевидно, что наши партнеры стратегически, скажем так, не против того, что происходит. Конечно же, это не их инициатива, это субъектная инициатива, прежде всего, Украины. Но я думаю, что некоторые, скажем, координационные действия все-таки осуществлялись, потому что, ну, как минимум, по вопросам связи, по вопросам спутниковой поддержки, эти возможности у наших западных партнеров в разы выше, чем у нас. Ну, а в целом, конечно же, международная пресса вся или поддержала эту спецоперацию Украины, потому что уже, в принципе, после последней ставки и информацию, которую дал командующий Сырский нашему президенту Украины Владимиру Зеленскому, в принципе, все уже начали артикулировать, отталкиваться от официальной позиции Украины и называть то, что происходит и происходило на Курчине именно спецоперацией. Ну, и, конечно же, в позитивных реляциях, в позитивных коннотациях успешные спецоперации, спецоперации, которая является геймченджером, она меняет правила игры, что Украина реализовала чрезвычайно, с одной стороны, опасную, с другой стороны, смелую операцию, потому что у меня есть, честно сказать, большие сомнения, что кто-либо из наших партнеров, даже такие большие и могучие, как Соединенные Штаты, НАТО, что не рискнули бы пойти, скажем, с военной эскалацией на территорию Российской Федерации. А Украина, в принципе, наше военно-политическое руководство на это решилось. Что еще отмечается такого из того, что заинтересует нашего зрителя, так это то, что отмечают все-таки, что при подготовке данной спецоперации не было вытоков информации, что говорит, конечно же, о том, что в Украине эффективно уже борются с коллаборантами и с агентами Кремля. Потому что, действительно, Российская Федерация была врасплох взята, были абсолютно, провалилась ФСБ, провалилась разведка, контрразведка, и мы видим даже по той динамической войне, динамической специферации, наверное, так будет более корректно ее назвать, что она войдет, конечно же, в учебники истории не только Украины, а и мира наиболее нестандартных, наиболее интересных мировых спецопераций. Поэтому, вы знаете, сегодня есть хороший повод действительно поздравить каждого из нас, поздравить высшая политика, военное руководство, непосредственного верховного главнокомандующего, главнокомандующего, руководителя штаба, командиров и каждого военного, которые реализовывали эту поистине прекрасную спецоперацию. Но забегая наперед, я, конечно же, скажу, что я вижу в этом только часть пазла или только первый акт большой стратегической задумки нашего военно-политического руководства. А вот что именно подготовили нашим врагам, конечно, говорить мы не будем. Алексей, для того, чтобы удержать успех, или развивать успех, вооруженным силам Украины необходимо оружие. Вот даже, как заявили в Германии, что Германия готова рассматривать выделение Украине нового пакета военной помощи, в частности, танков «Леопард-2». Также в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что право Украины на защиту не ограничивается только ее территорией. То есть они, как и Вашингтон, поддерживают атаку. Вот как вы думаете, Вашингтон готов предоставлять оружие ракеты атакам? Собсуждается этот вопрос. Германия также поднимает на повестку дня выделения новых танков. Может ли позиция Берлина и Вашингтона подтолкнуть и остальных союзников более активно действовать в этом вопросе? Ну, как мы только что с вами сказали, что, конечно же, это определенный... То, что произошло на Курчине, это определенный геймченджер. Усиливает ли это позиции Украины? Конечно, да. Потому что красные линии не просто оттянуты, не просто затерты, а они просто порваны. И всем стала абсолютно очевидна слабость позиции Путина и слабость позиции Российской Федерации. Конечно же, это должно подтолкнуть наших партнеров к данный момент ключевому для нас вопросу политическому разрешению использовать дальнобойное вооружение на всю их возможность дальности вглубь Российской Федерации по военным объектам и в качестве, собственно говоря, превенции, в частности, например, по соболетам, которые являются носителями ракет и кабов. Вот, собственно, это же не просто спецоперация, это возможность защитить наши мирные города. Как сказал тот же наш президент, за эти месяцы тысячи ракет, тысячи кабов, тысячи дронов с территории Курской области полетели на Сумщину. Каким еще образом мы должны защитить своих граждан и свои города мирные, если нам не позволяют использовать дальнобойное вооружение западное на всю длину их использования, чтобы превентивно работать по угрозам для наших мирных городов, для территории Украины. И теперь мы показали всему миру, что, смотрите, не хотите нам разрешать там на 200-300 километров, чтобы мы использовали западное вооружение, тогда мы сами сделаем санитарную зону и будем использовать свое вооружение, которого нам достаточно, с этой санитарной зоной, чтобы купировать большинство угроз от Российской Федерации. И, кстати говоря, это себя оправдало. С официальных источников Сумщину, Харьков стали во время этой спецоперации значительно меньше обстреливать со стороны России. То есть, на самом деле, мне кажется, что это, скажем, такое, скажем, гейм-чейнджер, да, как мы уже с вами обозначали, что оно должно мотивировать дополнительно наших партнеров, конечно же, на то, что разрешили нам бить ракетами вглубь территории Российской Федерации. Это для нас сейчас основной и приоритетный вопрос. А по тем, скажем, более широким вопросам, что вы задали, в принципе, про увеличение поддержки Украины нашими партнерами, конечно, это тоже дополнительный фактор. Потому что для всех теперь стало очевидно, что, скажем так, эскалация, которую так все боялись, которая всегда была в риторике Запада, она не настолько велика, не настолько серьезна, и Российская Федерация не может себе много чего позволить. Вот как объяснить, например, обычным, как Путин их называет, рядовым россиянам, что Путин готов защищать оккупированные территории, и не готов защищать их, и не готов защищать территорию Российской Федерации. Об этом как раз я хотел вас спросить еще позже. Но в подтверждение тех слов, которые вы уже сказали, есть важная информация. Вот как раз Европейский Союз, он поддерживает намерение Украины защитить свою территориальную целостность, и в том числе с помощью операции в Курской области России. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Насарли сегодня в Брюсселе. Также, по ее словам, техника, которую Украина получает от стран ЕС за счет бюджета Европейского Союза, может быть использована на территории России. Услышим. Мы полностью поддерживаем законную реализацию Украиной, ее неотъемлемого права на самооборону и усилия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета, а также по отражению незаконной агрессии со стороны России. Президент Зеленский сам имел возможность объяснить свое намерение защитить украинскую территорию с помощью операции в Курской области. Что касается военной техники, я могу сказать, что государства-члены предоставляют Украине военную технику, за которую они могут запросить частичное возмещение через Европейский фонд мира. И эта техника предназначена для того, чтобы помочь Украине защититься от агрессора. Алексей, вот как раз сейчас теперь время поговорить про Путина. Происходящее на территории Курской области, это ведь прямое следствие неспровоцированной войны Российской Федерации против Украины. И вместо обеспечения безопасности своих граждан на своей территории, Кремль продолжает воевать на чужой земле. Вот очевидно, что Россия не контролирует ситуацию в этом регионе и пытается всячески еще и скрыть информацию или преуменьшить степень там проблемы. Вот насколько сильный удар получил Путин с этой контр-операцией украинской стороны, учитывая все происходящее? И как вы видите развитие в целом ситуации? Да, на самом деле эта Курская успешная операция, она открыла целую вереницу возможностей как военных, так военно-политических и так и дипломатических. Сорвало огромное количество пломб, запретов, красных линий. В общем, одним словом, Украина просто перевернула геополитическую шахматную доску. И теперь, да, мы видим вот прекрасное завлемение от представителей Европейского Союза про то, что дают решение использовать западную военную технику на территории Российской Федерации. Это, конечно же, даже полгода тому или тем более год мы себе не могли даже такое представить. Но качественная работа нас, нашей дипломатии, наших военных и, наверное, каждого из нас, кто поддерживает армию и проявляет солидарность, позволила в целом достичь таких результатов. Теперь нужно, конечно же, зафиксироваться и идти дальше, потому что эту пиродигму, конечно же, нужно немножко изменить. Потому что, когда все равно, так или иначе, Россию воспринимали как большое ядерное государство, с ней хотели договариваться, да, скажем так, искать какие-то точки соприкосновения, какую-то нейтральную позицию. Сейчас же мы видим позиция кардинально поменялась и Европейского Союза, и у Германии, и, собственно говоря, у Соединенных Штатов, и не готовы делать ставку на Украину и именно, скажем так, на силовое принуждение Российской Федерации к миру. А заявление о Кирби, которое вы уже процитировали, я, с вашего позволения, его повторю, чтобы Путин убирался с Украины к черту, оно абсолютно прекрасно. Но, конечно же, те последствия, которые будет иметь спецоперация на территории самой Российской Федерации, это отдельный вопрос, потому что мы видим, что как раз жители Курщины, Белгородщины, Ростова-на-Дону, они же на себе буквально убедились, что Путину, его режиму, Кремлю, Москве, на них абсолютно плевать. Что в своих, вот даже вот вы сейчас на экране показываете общение Путина с губернаторами, когда он их нервно перебивает, когда видно, что он абсолютно не в себе, когда они теряются во взглядах, что ему докладывать, а он не знает, что им правильно на это отвечать, конечно же, должно подтолкнуть жителей этих регионов к абсолютной нелояльности Путина и путинского режиму, а это уже абсолютно иная постановка вопроса. Потому что, помните, чего боялись прежде всего наши западные партнеры? Они боялись неконтролируемого распада Российской Федерации на много территориальных каких-то государств или полу-государств, которые бы имели ядерное оружие и, собственно говоря, воевали между собой. Данное конкретное изменение, оно позволяет реализовать вследствие, но как один из вариантов, да, контролируемый распад как раз Российской Федерации, сделая акцент прежде всего на регионы как раз вот эти, Белгород, Курск, Курск, Ростов-на-Дону. И это может и стать той самой, собственно говоря, фильтрационной зоной, да, которая обеспечит безопасность прежде всего Украины от Российской Федерации не в зависимости от того, кто там будет президент или как она будет соответственно настроена. Ну, когда эти процессы опять же пойдут и начнут накатываться, это же может просто привести к тому, что Путин просто ликвидирует свои же. Но одним словом, я же уже сказал, Это уже тема для следующих наших разоворов, Алексей. Да, да, да. Спасибо, что... Целая вереница возможностей открыла следствие успешно этой спецоперации. Спасибо, что нашли время и помогли разобраться в этой теме. Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов был с нами на связи и мы говорили о военной операции вооруженных сил Украины на территории Курской области Российской Федерации. На этом у меня все. Больше новостей расскажу в 21.00. Именно тогда на канале Freedom итоговый выпуск проекта «Наше время». Дождитесь и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова